Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Тепрое образование позитивное, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеев. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, присоединяйтесь. А у нас в гостах сегодня? Да, сегодня с нами на прямой связи по скайпу российская писательница. Автор романа «Взулиха открывает глаза» и «Дети мои» лауреат премии «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхина. Госпожа Яхина, здравствуйте. Да, добрый день. У вас не очень хорошо, но надеюсь, что все получится. Связь хорош, мы вас хорошо видим и хорошо слышим. И, кстати, вот мы вас представили российской писательницей. Вы ведь пока еще не привыкли к этому обозначению. Вы себя часто называете начинающим автором. Правильно мы понимаем? Да, так и есть. Пока мне комфортнее в этом названии, скажем так. Ну а с чем это связано? С количеством романов, которые вы написали? Почему так? Почему сейчас не очень, может быть, удобно вам когда-то называть? Конечно, в том, что касается самоощущений, наверное, действительно здесь имеет значение количество, которое позже переходит в качество. Наверное, писатель – это человек с достаточно большим количеством книг, пять, шесть. А также человек, достаточно много времени уже проведший у рабочего стола, не четыре года, как я, лет десять, наверное. Ну вот в вашем романе Зулиха открывает глаза, мужа главной героини убивают в тридцатом году, а саму Зулиху ссылают в Сибирь. Эта тема, судя про скулаченных, интересовала вас так, как ваша бабушка, как вы сами говорили, была создана в Сибирь, и роман был издан в пятнадцатом году. От рассказа вашей бабушки, как я поняла, до написания романа прошел определенный отрезок времени. Это был необходимый период для вашего авторского осмысления, происходящего в те годы? Вы знаете, этот период был необходим скорее для того, чтобы вообще дать себе разрешение писать. Мне раньше казалось, что, может быть, другие делают это лучше, и как-то вот эти вот страхи, собственно, преодолеть эти страхи, это тоже требовало времени, достаточно большого времени. И рассказы бабушки, они были со мной практически с детства. Не то, чтобы я всю жизнь занималась их осмыслением, нет, но эта тема, она была со мной. И я понимала, что если уж писать что-то, писать хотя бы один роман в жизни, то писать вот об этом, о том, что болело, о том, что очень сильно интересовало. И бабушку она все время вспоминала об этом, возвращалась мыслью к своему сибирскому периоду жизни. И, конечно, интересовала меня, потому что здесь была такая личная, очень сильная струна, можно сказать. У бабушки был жесткий характер, очень серьезный, очень такой настоящий сибирский характер. С ней было нелегко. И я всю жизнь интересовалась тем, что тоже этот характер выковало. И поэтому для меня написать роман о раскулачивании, о кулацкой ссылке, было интересно еще и для того, чтобы лучше понять бабушку, лучше понять то, откуда она выросла. И, может быть, чуть-чуть лучше почувствовать ее. Ну, вот когда говорят о таких темах, и когда пишут о таких темах, вот есть риск, что многие его не примут, потому что это сложная история, сложная российская история, советская история. Я вот просто помню эпизод, когда я был на Соловках и разговаривал с одной женщиной, мы говорили о Солженицыне, она приехала из Санкт-Петербурга, если я не ошибаюсь. Она сказала о том, что, ну, все это вранье, и 58-я сидела хорошо, и все у них было, и вообще Солженицын это агент ЦРУ и так далее и тому подобное. Вот это нежелание признавать свои черные страницы, свои трагические страницы, вот вам не пришлось с этим столкнуться со стороны читателей или критиков? Вот как вы это можете понимать? Ну, знаете, когда я писала роман, я об этом не думала вообще, ровно потому, что я даже не предполагала, что его буду так хорошо читать. Мне хотелось написать этот текст, написать до конца, то есть дойти до последней точки или многоточия, как и случилось в итоге. И мне хотелось его опубликовать. Вот, собственно, те задачи, которые я ставила, дальше я не заглядывала. Поэтому я просто делала то, чего на самом деле очень хотелось, что на самом деле болела, не задумываясь никогда о том, что востребовано сейчас, что находится в фокусе обсуждения, что относится к дискурсу, что не относится. То есть здесь я просто шла за своим таким желанием разобраться скорее все-таки больше, наверное, в своих каких-то личных отношениях. Это первое. А что же касается... Второе, что касается восприятия уже такой вышедшей книги, то здесь нет. Вы знаете, ее оценивали очень по-разному, это правда. И была критика самая разная. Роман называли часто противоположными вещами. Кто-то называл роман таким антисталинским романом, а кто-то называл его просталинским, потому что героиня обретает счастье, пусть и горькое, но счастье в системе ГУЛАГа. Кто-то называл его магическим реализмом, а кто-то называл страшным соцреализмом, что это не за лиха открывает глаза, а страшный соцреализм вновь открывает их. Кто-то называл роман прорывом в национальной культуре, а кто-то сказал, что это очернение татарской нации, и вообще такая бомба, заложенная под национальное самосознание. То есть были очень разные оценки, часто совершенно противоположные. И я научилась тогда более спокойно, или просто спокойно к ним относиться, по крайней мере я стараюсь это делать. Я понимаю, что история у каждого может быть своя, что часто интерпретация говорит больше о том, кто интерпретирует, нежели о тексте. Часто текст — это просто некое зеркало, в котором каждый вдруг излечает себя. И я пишу тексты так, чтобы мне самой не было стыдно за них, и мне кажется, что моя позиция по отношению к тому периоду истории в них выражена совершенно однозначно. Вот, собственно, и все. Моя задача, мне кажется, и задача любого автора — максимально честно, максимально искренне написать текст. А уже что происходит с ним дальше, это дело критиков и читателей. Но у вас как у автора, а все-таки какое отношение к этой истории раскулачивания в 30-е? Вы считаете ее справедливой или несправедливой? — А вы читали мою книжку? — Я читал книгу. Я как раз в процессе, сейчас нахожусь в процессе прочтения вашей книги как раз. — Да. Но я писала об огромной трагедии, которая произошла, об огромной трагедии, которая затронула 5% советского крестьянства. О трагедии, которая 3,5 миллиона человек от себя подмяла и 2,5 миллиона человек сорвала с мест и отправила в дальние уголки страны, просто вышвырнула из дома и выслала прочь. Поэтому для меня это, конечно, большая трагедия. И это трагедия, которая затронула очень многих в нашей стране и показывает та реакция, которую Роман вызвал, что действительно люди помнят об этом. Я получила очень большое количество писем, как раз писем с историями тех людей, кто был раскулачен. Люди писали мне о своих родителях, о своих бабушках, дедушках, рассказывали какие-то свои личные истории. Это была невероятно волнующая и такая трогательная волна писем. Я за нее невероятно признательна всем, кто написал. Поэтому для меня это большая трагедия, и я об этой трагедии рассказывала. Я думаю, надеюсь, смею надеяться, что в тексте это очевидно. То есть она была абсолютно несправедливой, да, эта история, на ваш взгляд? Можно так сказать? Да, так можно сказать, что это было, конечно, несправедливо. Конечно, да. Но здесь как раз возникает вопрос, почему, на ваш взгляд, сегодня мы наблюдаем тенденции, когда люди, значительная часть людей пытаются оправдать то, что происходило в 30-е, то, что происходило при Сталине, и вообще уже присутствуют, ну, достаточно распространены сейчас такие формулировки, что Сталин эффективный менеджер, мы вот неоднократно уже их слышали, и сами, когда задавали вопросы, писателям в том числе упоминали. Вот почему известные же факты, известны цифры, известны судьбы, и, в общем-то, еще живы те люди, которые это помнят. И тем не менее мы сегодня можем услышать вот такие формулировки. Как вы это можете объяснить? Объясняю это для себя единственным образом. Мне кажется, что мы сейчас добираем то, чего не добрали раньше, а именно общественное обсуждение. Многие трагедии случались, все трагедии случались в советские годы, особенно в ранние советские годы, и проходили, проглатывались без общественного обсуждения, без проработки. Эти трагедии, они просто наслоились таким огромным комом, наслоились, нанизались, как бусины на нитку, и сейчас мы пытаемся разобраться вот с тем, что случилось 180, 70, 60 лет назад. И нам казалось, нам в России казалось, что в конце 80-х и в 90-х годах это обсуждение прошло, и можно жить дальше, что мы можем смотреть вперед и думать о будущем, однако оказалось, что не так. Оказалось, что это требует дальнейшего обсуждения, и вот та дискуссия, которая есть сейчас, пусть она порой принимает такие странные причудливые формы, действительно в этой дискуссии звучат высказывания, которые сложно принять за адекватную, но тем не менее эта дискуссия, она идет, и эта дискуссия, значит, нам нужна обществу, значит, она должна быть сейчас, значит, нужно говорить об этом ровно столько, сколько требуется, пока не иссякнет, к примеру, поток книг об этом времени. Если вы посмотрите на то, что происходит в литературном поле в России, очень много книг о раннем советском времени. Это не потому, что писатели выполняют некий общественный заказ. Нет, писатели, они просто, есть часть общества, и они пишут о том, что их волнует, а значит, волнует общество. Они пишут книги о гражданской войне, о раскулачивании, о Великой Отечественной. Если вы посмотрите на списки, к примеру, лауреатов премии «Большая книга», а это самая большая, самая авторитетная литературная премия России, то вы видите там не исключительно, но большей частью книги о ранних советских годах. В прошлом году это была биография Ленина, Льва Данилкина. В позапрошлом году это была, давайте вспоминать это вместе, значит, там была тройка победителей, лестница Якова Людмилы Улицкой, зимняя дорога, конечно же, Леонида Юзефовича, главный приз, и авиатор Евгения Водолазкина. Все три книги обращаются к ранним советским годам. До этого была обитель Захара Прилепина, то есть действительно мы видим, какое огромное внимание этому периоду, как много об этом пишут, но и как много об этом читают, потому что тиражи, допустим, той же самой обители или той же самой лестницы Якова, или того же самого авиатора, они подтверждают интерес читателя. То есть об этом хочется писать, об этом хочется читать, это означает, что идет проработка, и она будет идти еще долго. Пусть она идет столько, сколько нужно. Ну вот как раз книги и обитель, и лестница Якова, это все-таки для людей, читающих, и тиражи большие, но все-таки это тысячи, ну, десятки тысяч людей, которые прочитают. Если говорить о массовом восприятии, то есть такое мнение, я хотел бы как раз с вами об этом поговорить, что России не хватило своего Нюрнберга для сталинизма. То есть был 20-й съезд, когда Хрущев распространил доклад среди руководителей парторганизации, он как бы сказал А, но не сказал Б, то есть это не ушло в народ. Потом была перестройка, когда об этом тоже начали говорить, когда стали издаваться книги Рыбакова, в частности, Дети Арбаты и так далее. И вот сейчас такая третья волна, но все равно это удел, в общем-то, определенной прослойки людей, это не удел масс. Вот как вы считаете, нужен ли был сталинизму вот такой показательный процесс осуждения или нет? Я не знаю, я теряюсь, когда мне задают такие глобальные вопросы. Знаете, я понимаю одно, я понимаю, что я живу сейчас в своем очень сытом и очень безопасном времени. Я из этого сытого и безопасного времени пытаюсь заглянуть туда, вот в эти сто лет назад, вот в это время, которое невероятно далеко, и пытаюсь для себя найти какие-то ответы на вопросы. Я пытаюсь чуть-чуть на самую маленькую, просто не знаю, на самую маленькую какую-то долю приблизиться к тому, что испытывало поколение наших бабушек и дедушек. Пытаюсь что-то для себя понять, но не более того. Я написала два романа оба романа в раннем советском времени и в процессе написания каждого романа, мне кажется, что я понимаю капельку больше, но это всего лишь капля. Здесь я не возьмусь делать такие большие обобщения и судить в целом. Ну вот вы упомянули Евгения Водолазкина, он был у нас в эфире и сказал, что Сталин появился в России, потому что его ждали и общество было готово его принять. Вот согласны ли вы с этим? Какое у вас вообще отношение к фигуре Сталина? Какое отношение? Сталин был тиран. Режим его правления называется тиранье. И, конечно, это было чудовище. Что сказать? Но с другой стороны, я верю в то, что, конечно, фигура правителя, она же не появляется просто так, из воздуха. Фигура правителя появляется, когда общество созрело для него, для этого правителя. поэтому здесь, конечно, он появился, видимо, не знаю, что сказать. Вот вы сейчас спросили, я задумалась, не знаю, не знаю. Ну, вот я вам рассказала свое мнение, собственно, что еще добавить. У меня есть Сталин как герой в обеих книгах и в первой, во второй, в первой книге, кстати, во второй тоже, да, он появляется без имени, но его достаточно легко узнать. и если в первой книге это просто некие такие портреты вождя, которые героиня Зулиха видит на своем пути в Сибирь. Такой старший брат. И не более того. Да, то есть некий образ такого мудрого мужчины с добрыми глазами, на которого Зулиха смотрит и ей кажется, что это единственный человек вообще, который ее поддерживает на этом пути. То есть это такой вот добрый, мудрый, образ некого незащитника, но вот такого доброго существа. Он сопровождает Зулиху на всем ее пути из татарской деревни в Сибирь, и не более того. Это в первом романе. А во втором романе Сталин появляется уже как герой. Там есть в романе четыре главы, посвященные собственно Сталину, посвященные его отношения с народом немцев по Волжье и с другими народами страны. Это четыре года, 1924, 1927, 1934, и 1938. И я попробовала вот в этих сценах как раз через метафоры представить отношения Сталина и населяющих страну народов. Поговорите вот об этом. Так что мне кажется, что мое отношение к Сталину, которое я сейчас высказала, оно в книге читается и читается, надеюсь, однозначно. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните нам, задавайте свои вопросы, также пишите свои вопросы в Фейсбуке. У нас сегодня на прямой связи в программе абонента доступен российский писатель, автор романа Зулиха «Открывает глаза», лауреат премии «Большая книга» Гузель Яхина. Ну и вот мы получаем комментарии от наших слушателей. Ну вот Сергей пишет, читал обе ее книги, то есть ваши книги, причем «Дети мои» даже заказал с Аказии на Мальдивы, но если первая понравилась безоговорочно, то вторая далась труднее. Вот такой комментарий, как, кстати, восприятие после первого такого феноменального, можно сказать, успеха, ко второй книге уже более критично многие относятся и не становитесь ли вы заложником своего успеха в том смысле, что начинают сравнивать как-то и так далее. В общем, там временные рамки, то есть и в первом романе, и во втором они именно одинаковые получаются. Ну, вы знаете, временные рамки-то, они, может быть, и близкие, но это просто ранние советские годы. Если в первом романе это с 30 по 46 год, то в втором романе это с 16 по 38-й, второй роман другой, и я очень хотела сделать его другим, и как раз таки для того, чтобы не становиться, как вы сказали, заложницей успеха, мне хотелось, чтобы второй роман был совершенно не похож на первый. Я очень долго с этим сражалась, просто потому, что притяжение первой истории, такой главной истории, которая продумывалась много лет, и которая, в конце концов, была написана, притяжение этой истории было очень сильным, и я писала бесконечно какие-то реплики за лихи, я писала какую-то за лиху 2.0, не понимая этого момента написания, но понимая неделю спустя после, поэтому все, что было написано в стиле первой книги, оно ушло в корзину, и мне кажется, я надеюсь, опять-таки, что второй роман получился совсем другим, и я понимаю, о чем говорит Сергей, я ему благодарна за то, что книга была заказана так далеко, действительно, второй роман получился другим, мне кажется, он получился сложнее и глубже, я надеюсь, я надеюсь, это мое авторское восприятие, конечно, очень нездорово и неправильно сравнивать свои книги, но все-таки я писала второй роман с гораздо большим пониманием ответственности за сказанное слово, и мне кажется, гораздо более серьезно сравниваясь. Ну, а вот что касается все-таки ссылок и раскулачивания, вот если говорить о Латвии, о Балтийцах, которые были сосланы в Сибирь, один из них мне рассказывал, что когда из Латвии его сослали в Омскую область, он написал письмо на родину брату с текстом «Приезжай, тут столько свободной земли», вот, то есть такое раздолье, вот это как, на ваш взгляд, это эксклюзивный случай, когда в ссылке были плюсы? Нет, в ссылке могли быть плюсы, больше того, бабушка о них рассказывала, это не то, чтобы плюсы, вот слово плюсы мне здесь кажется не совсем уместным, но, конечно, были какие-то моменты, которые можно расценить как положительные, это зависит, это совершенно индивидуально, моя бабушка, она отправилась в эту кулазскую ссылку со всем ребенком, ей было 7 лет, и провела в Сибири 16 лет, и я, конечно, понимаю, что в ее рассказах очень серьезный отпечаток на эти рассказы накладывает и то, что она была ребенком, потом она была подростком, потом она была юной девушкой, и все ее детство и юность, вот эта вот светлая пора, она пришлась на эту ссылку, поэтому, конечно, в ее рассказах были также вот такие светлые моменты, просто связанные с тем, что она была очень юна в то время, действительно, училась любить, училась дружить, и связывает вот эти свои первые такие юношеские опыты души, она их связывает в Сибирь, и она связывает их со сыльным поселком, и я это понимаю прекрасно, опять-таки, здесь, наверное, да, были такие моменты, вот бабушка мне рассказывала о каких-то светлых вещах тоже, и, собственно, вот эта вот смесь, вот это вот невероятное сочетание, с одной стороны, очень страшного, очень трагически, очень трагического, а с другой стороны, этого светлого, такого чистого, связь этого всего неразрывная, там, в ссылке, вот это меня и привлекало очень в ее рассказах. С одной стороны, в ее рассказах была смерть, она рассказывала о том, как в семилетнем возрасте наблюдала гибель многих-многих людей, о том, как в семилетнем же возрасте они с родителями выживали, и вместе с другими, раскулаченными, рыли эти землянки на берегу реки, где их просто высадили, оставили, и как, к примеру, эти крестьяне боялись докторов, которых прислали на то место, чтобы лечить их, они боялись докторов, потому что ходил слух, что доктора будут травить людей, вот такие дикие слухи были, то есть это с одной стороны такое вот невежество, смерть, умирание постоянное, гибель, а с другой стороны эти светлые моменты, когда они вдруг находили поляну с морожкой, ели эту морожку, эта морожка казалась им самой вкусной ягодой на земле, или как они дружили, или как они разговаривали, как они пели песни, вот это все, и особенно, конечно, человеческая дружба, вот это все было переплетено воедино, неразрывно, и, собственно, вот эту эмоцию, с одной стороны, ужас от того, что было, а с другой стороны, что-то вот светлое, что могло быть там, вот это я и старалась передать в романе «Залиха открывает глаза». Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, потом вернемся и продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами, небольшая пауза. Мы продолжаем, это программа «Абонент доступен», в студии работает Анна Смирнова. Добрый день. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Евгения Копейна, и сегодня с нами на прямой связи по скайпу российский писатель, автор романа «Залиха открывает глаза», ловерят премию «Большая книга», Гузель Яхина, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Телефон на прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы нашей сегодняшней гости, также пишите в фейсбуке, мы будем их озвучивать. Ну, если говорить о России сегодня, коммунистические партии в России верят сегодня и стремятся к возвращению социализма на русской земле. В частности, Павел Грудинин, вот кандидат президента от КПРФ, тоже был у нас в эфире, говорил, что это возможно, если компартия придет к власти сейчас. Что вы об этом думаете? И насколько остро сегодня существует проблема классовых неравенств в России? Ах, вы знаете, я сейчас думаю о том, как мне написать третью вещь. Сейчас все мои мысли заняты третьим романом, и я вам признаюсь, я по возможности стараюсь уходить от действительности в 20-е годы прошлого века, потому что там происходит действие моей третьей истории. Не возьмусь не комментировать слова Павла Грудинина, что касается коммунистической партии, не возьмусь. Но это разве не переплетено? Вот история, которая была тогда, и история сейчас, разве нет этих параллелей, нет этих сплетений? Ну, я стараюсь писать так, чтобы показывать не сплетения скорее, а чтобы показывать, поднимать те вопросы, которые могут людей сегодня волновать. И мне хотелось бы верить, что получается выстраивать роман и так, но вот два романа у меня есть, я оба строила примерно в одном ключе, в том смысле, что есть исторический пласт, есть большая история, которая течет, а есть пласт такой мифологический, где люди задаются вопросами вечными. Вот роман о Зулихе, к примеру, это не только, надеюсь, не столько даже роман о раскулаченной татарке, именно в 30-м году, сосланный именно на Ангару, а это все-таки история о женщине тоже, о женщине без привязки к национальности и даже без привязки к историческому периоду, о женщине, которая вдруг получает второй жизненный шанс, о женщине, которая задается вопросом, можно ли любить врага, о женщине, которая жертвует всем ради ребенка, а потом спрашивает себя, можно ли требовать с ребенка возмещения за эту жертву. Вот такие вопросы, мне кажется, они и сегодня, эти вопросы ставят себе женщины. Вот мне хотелось бы, чтобы в романе современные читатели находили эти вопросы, не то чтобы ответы, нет, но хотя бы эти вопросы. Что же касается второго моего романа, «Дети мои», то я тоже, надеюсь, верю, что это не только книга о немцах по Волжье, и не столько книга о немцах по Волжье, и об учителе немецкой словесности, который пишет сказки, а что это также история просто о мужчине, который учится любить детей, который учится этой любви через страдания, а мужчине, который умолкает на очень долгие годы, и поэтому теряет связь с поколением своих детей, теряет связь с собственной дочерью, с собственным приемным сыном. Соответственно, вопрос перед ним стоит, или перед читателем, надеюсь, стоит, передо мной точно стоял, достаточно ли просто любви для того, чтобы отношения отцов и детей выстроились, или необходим также интеллектуальный обмен, необходим разговор. Вот такой вопрос передо мной стоял. Я надеюсь, что вот эти вот пласты, с одной стороны, исторический пласт, где идет рассказ о том, что было, рассказ достаточно серьезный, а с другой стороны, все-таки пласт вот такой общечеловеческий, или мифологический, если угодно, что эти пласты читаются. А тема прощения, вот тема, когда жертва режима или какой-то ситуации, вот она способна или не способна простить, потому что я знаю людей, я общался с людьми, которые были в Сибири, и у них совершенно разные взгляды. Есть те, кто сказал, что у них нет претензий к русскому народу, это, скажем, латыши, потому что были и те хорошие бабушки, которые в деревнях помогали и подкармливали, а есть те, кто не может это простить, и именно простить русскому народу, который, в общем-то, стоял, хотя там можно, конечно, рассуждать на тему, какой национальности был Берия, Сталин и так далее, но, тем не менее, это все уже относится именно к русскому языку, к русскому народу. Вот эта тема прощения, когда жертва, которая действительно пострадала и много чего перенесла, и потом, как жить дальше? Вот как вам кажется, насколько, и от чего это зависит? Может ли простить человек свое страдание или нет? Мне кажется, это зависит от самого человека. Это зависит исключительно от того, насколько сам человек способен, насколько он готов к прощению. И мне кажется, то, что было, это была трагедия всех народов, это была трагедия всей большой страны, это была общая трагедия. Я не писала, например, в первом романе о раскулачивании татар. Я не писала о геноциде татарского народа, нет. Я писала о трагедии раскулачивания всех народов. Именно поэтому роман построен так, что сначала он кажется национальным, начинается в татарском мире, а потом, когда героиня уже перемещается по железной дороге в Сибирь, и ментально перемещается, роман перерастает, я надеюсь, национальный и становится интернациональным. Потому что в сибирском поселении встречаются люди самых разных национальностей. Я сейчас не буду их называть, но их там очень много, они там все есть. И языки там встречаются самые разные, и вероисповедования самые разные, и религии. То есть я хотела рассказать, стремилась рассказать об общей трагедии. Об общей трагедии, которая в итоге получилась, что объединила людей. И то же самое во втором романе «Дети мои». Я тоже, с одной стороны, хотела рассказать, конечно, о немцах по Волге, но с другой стороны, уже ближе к концу, я надеюсь, читателю понятно, что идет речь не только о немецком народе, но также и, в принципе, об отношении страны с разными народами, разными малыми народами, населяющими ее. Ну вот вы как-то сказали, когда вас попросили написать текст для тотального диктанта, вы предложили написать его о поволжских немцах, чтобы не приходилось выныривать из той темы, так как вы очень глубоко были в нее погружены. Насколько долгий это процесс выныривания после написания книги? Это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. И здесь, наверное, нет правильного ответа. Ответ зависит от каждого автора, зависит от истории, насколько эта история глубоко проработана, насколько эта история привязана к автору или автор привязан к истории, как угодно. Я очень долго погружалась в мир второй истории. Я решила написать о поволжских немцах. Больше того, я поняла со временем, что нужно написать о поволжских немцах и главным героем сделать поволжского немца. То есть войти, собственно, в душу, попробовать войти в душу человека другой национальности. И это было для меня очень сложно. И это погружение в историю шло для меня много-много месяцев. Это было достаточно мучительно. Но чем дольше ты входишь в историю, тем, наверное, дольше из нее выходишь. Поэтому вот я сейчас преодолеваю. Мучительно это притяжение истории, которое еще есть. И, конечно, это не один месяц, пока книга тебя отпустит, пока историю, которую ты написал, тебя отпустит. Вот мне как-то казалось раньше, что выписав из себя историю, дописав до точки, автор ее отпускает. Это не так. Как я поняла позже. Потом мне казалось, что, может быть, получив в руки уже напечатанный томик, напечатанную книгу, автор по-настоящему отпускает историю, рвется от пуповины между текстом, книгой и автором. И автор свободен дальше жить, свободен открыт новым историей. Квизнился, это тоже не так. Достаточно долгое время спустя, даже после того, как держишь в руках напечатанную книгу, история продолжает в тебе жить, продолжает какие-то вещи дорабатывать, какие-то вещи подсказывать. И несколько месяцев, да, несколько месяцев, ну, лет, наверное, вряд ли, но несколько месяцев точно эта история еще живет в тебе. Тем более, если после выхода книги еще есть период, когда автор рассказывает о книге на встречах и помогает книге как-то вот утвердиться на рынке. То есть, в любом случае, такая работа в связке с книгой, она продолжается точно несколько месяцев. Ну, вот Людмила Улицкая, которую вы упоминали, которая также была в нашей студии, она говорила в интервью о том, что после каждой книги она собирается, причем искренне закончить с писательской деятельностью, потому что это настолько ее выматывает, что практически убивает. И вот еще одна аналогия, которая у меня возникла, она из другой немножко области. У нас на днях был боксер Костя Дзю, и он сказал, что моя карьера закончилась тогда, когда я понял, что я больше не готов умирать на ринге. Это в прямом смысле, но для писателя ведь это тоже, наверное, в какой-то степени актуально. Если писатель готов умирать в этой книге, над этой книгой, или нет все-таки, или это может быть? Несколько такое возвышенное впечатление. Конечно, очень сейчас сказано высокими словами, но, несомненно, в этом есть правда. Потому что оба раза, вот я помню очень хорошо моменты, когда там, те дни, недели, когда я заканчивала первый роман, и точно так же помню те дни, недели, когда я заканчивала второй роман, это моменты, когда, ну, кажется, что ты ползаешь просто на последнем дыхании. Вот это ощущение последнего дыхания, оно появляется очень много раз, пока ты пишешь роман, потому что пишешь ты его там не год, а хотя бы там несколько лет, ну, по крайней мере, 20-30 месяцев. Это ощущение последнего дыхания появляется, пропадает, появляется, пропадает, но в конце концов ты оказываешься в неком таком уже полубессознательном состоянии, когда вычерпываешь себя просто додолушка. И создается такое ощущение, что настолько выложился вот в этом тексте, оба раза у меня так было, что больше правда писать не о чем. Вот правда, я когда закончила, роман за лихо открывает глаза, я подумала, ну, все, я еще могу написать, ни одного предложения больше. И точно такое же было, когда я закончила роман «Дети мои». Мне тоже показалось, что настолько отдалась этому тексту, что больше, наверное, сложно что-то еще написать, что-то еще добавить. Но постепенно этот колодец внутренний, он, наверное, наполняется, не наверное, а точно наполняется. Главное, мне кажется, здесь просто себя не убить достаточно частым написанием текстов и просто как-то вот осторожнее с собой обходиться. Я знаю, что есть авторы, которые пишут много, я ими восхищаюсь, но я, например, не умею так. Мне необходим достаточно длинный период, чтобы восстановиться после написания какого-то текста. Если с первым текстом все проще, ты просто швыряешь в эту топку все, что было за жизнь нажито, все эмоции, всю твою боль, все твои мысли, ты все это так раз, ухаешь первый текст. И он действительно за счет вот этого, этой концентрации эмоциональной, интеллектуальной как-то вот оживает. Со вторым романом гораздо сложнее, а с третьим я пока не знаю, как третий писать. Я еще не пробовала. Это получается, как прыжок с парашюта. Первый прыжок не страшно, потому что не знаешь, что тебя ждет, а второй уже знаешь, что тебя ждет, и поэтому начинаешь бояться. То есть получается, что в писательском деле это тоже. Это очень хорошее сравнение, да. Так и есть, это правда. Но я знаю, что вот есть советы такие есть молодым авторам, не бросать сразу все в топку, а очень аккуратно расходовать то, что накопилось внутри. Но мне кажется, это неправильно, мне кажется, что не нужно беречься, нужно просто действительно швырять в топку все, что есть. Потому что как оно получится, так получится, но что-то приберегать на завтра, наверное, не стоит. Мне кажется, нужно так с размаху ухать все, что есть в тексте, все, что накопилось. Вы как-то говорили, что для вас в детстве большую роль сыграли сказки. И в романе «Дети мои» вы тоже говорили в одном из интервью, что пытались объединить две сказки, германскую и советскую. Но вот вам не кажется, что сказка – это обман? Например, многие девочки, читая в детстве сказки, верили в прекрасных принцев, благородных рыцарей, а в жизни все казалось иначе. То есть реальность, она не оправдывает ожидания, как бы получается. Нет ли в этом обмана в сказках? Как вам кажется? Рутиан, давайте расскажу об невероятно интересных сказках, которые я прочитала, когда писала роман «Дети мои». И эти сказки во многом определили то, как роман выглядит. Сказки, изданные в 1935 году в Саратове. Называются они просто «Сказки». Это тоненькая книжка, собранная журналистом по имени Леонид Лерт. И по фамилии понятно, что это немец, советский немец. Это сказки, которые удивительным образом сочетают в себе германскую мифологию и советскую идеологию. То есть Леонид Лерт якобы, действительно якобы, проехался по колониям советского Поволжья и записал со слов советских немецких крестьян вот эти сказки. И там в этих сказках происходит все, что угодно. Там великаны приходят к Сталину и говорят, мы хотим участвовать в соцсоревновании, и он их посылает на помощь в Сеул. Там, значит, глупый ганс охотится за гусем, но в итоге оказывается вполне себе отважным героем-летчиком. И на серебристом гусе, теряя аэроплане, летает над над Волгой. В этих сказках последний черт на советской земле встречает коммуниста, тот ему что-то такое очень правильное рассказывает, и от этих правильных слов черт корчится и умирает. Ну и так далее. То есть, журналист сплел достаточно умело советскую идеологию с германскими народными сюжетами, назвал это записано со слов колхозников, и это все издали вот в 35-м году в городе Саратка. Вот такая книжица мне попалась на глаза, когда я просто изучала материал, и она меня невероятно впечатлила, потому что, конечно, стало понятно, насколько беззащитна может быть мифология, может быть фольклор беззащитным, перед лицом идеологии. И даже какое-то время мне хотелось об этом написать в романе. Другое дело, что я несколько по-иному повернула тему сказок в романе, и сейчас в романе «Дети мои» просто сказки советская и сказка германская переплетены, и германская сказка есть метафора сказки советской. Вот так я бы сказала. То есть такая главная метафора романа, потому что, собственно, роман в том числе и о том, как люди верили в сказку, они верили в советскую сказку, и поначалу в середине 20-х годов им казалось, что эта сказка сбывается, а потом, после 27-го года, им перестало так казаться, и сказка сбывалась очень жестоким образом уже, но люди ничего не могли с этим поделать. Вот об этом роман. Но источником, вдохновением для этого, такой отправной точкой, были вот эти сказки Леонида Лерда, по-настоящему изданные достаточно неплохим тиражом в республике Немцев Поволжье в 1935 году. Вот как вы считаете, вот эти идеологические истории, ну, мы говорим о сказках, я вспоминаю рассказы о Ленине, которых нас, я еще застал это время, когда нас в школе учили, Ленин, Володя Ульянов разбил вазу, об этом не сказал, потом его мучила совесть, он пришел и рассказал, что это он разбил вазу. В общем-то, там закладывались неплохие вещи, то есть неплохие какие-то примеры. Вот они могли быть полезными или все-таки вот посмотрев на это время, посмотрев на эти те же достаточно талантливо написанные, кстати, рассказы о Ленине, понимаешь, что это все-таки была такая промывка мозгов? Вот как вы считаете? Это тоже такой сложный вопрос, и я выросла на тех же самых историях, и на тех же самых сюжетах о святом семействе. Вот я помню, меня очень впечатлило в свое время сюжет о том, что в семье Ульяновых разговаривали один день на немецком языке, второй день на английском языке, а три день на французском языке. Мне очень хотелось долгое время так же уметь. То есть в каком-то смысле, конечно, эти сказки подтягивали нас, в каком-то смысле они, конечно, закладывали очень неплохие, наверное, какие-то вещи, но повторюсь, свое отношение к идеологическим сказкам я выразила в романе «Дети мои». Мне кажется, что в конечном итоге любая сказка идеологическая, если даже поначалу кажется, что она ведет куда-то в светлое будущее, то приводит она совсем не туда. если идеология заряжает фольклор и направляет фольклор, то в конечном итоге сказка ведет именно туда, куда нужны идеологии. И это в конечном итоге оборачивается жестоким и мрачным. Как в итоге я обернулась для героев романа «Дети мои». А вы сами верите в сказку или вы приземленный человек? А что значит верить в сказку? В жизни, верить в реалии жизни. В папу-ягу, ну почему нет? Да, вот у меня в романе открывали глаза, есть вполне себе такая упыриха. Верю ли я в каких-то сверхъестественных? Ну, пожалуй, нет. Я верю, как это говорили, да, в сказку, сотворенную человеческими руками. Я верю в добро, в то, что мы можем друг для друга сделать больше, чем делаем иногда. Я верю в то, что люди в основном своей все-таки добры и скрывают эту доброту. в общем-то, мне кажется, что в каждом человеке больше добра, чем зла. Вот такие вещи я верю, это, наверное, такой идеалистический взгляд на жизнь, но тем не менее, если это называть верой в сказки, ну да, я верю в сказку, значит. Но добро не всегда побеждает. Вот все-таки обычно в сказках оно всегда побеждает, а вот в жизни это получается не всегда. Или нет? Или это, опять же, такое более скептичное отношение людей к реальности? Нет, ну что вы, мы же говорим о реальной жизни, и, в общем-то, этот вопрос как раз о финале, о конце, о том, что побеждает, если говорить в таких токинах, добро или зло, этот вопрос стоял передо мной, когда я писала роман «Дети мои». Было изначально понятно, что история о поволжских немцах или о поволжском немце, она не может закончиться позитивно. И мне было очень важно найти этот баланс трагедии и реальной жизни, этот баланс даже иногда трагедии и комедии, потому что комическое в книге тоже есть, хотя и очень немного его, но я надеюсь, что он там читается. Вот найти этот баланс и понять, как все-таки закончить историю, вот это было для меня важно. Поэтому в последних строчках романа герой, который молчал до этого несколько десятков лет, вдруг начинает разговаривать. И вот в этой речи, которая в 1938 году вдруг пробуждается опять у героя, вот в ней я постаралась как раз-таки заложить вот эту вот ноту даже не оптимизма, а просто некую ноту такого авторского протеста против того, что уже начало происходить и скоро точно произойдет с поволжскими немцами. И вот это для меня был вот такой выход в светлое, в достаточно жестокую ситуацию, когда герой все-таки забирает НКВД и понятно, что с ним дальше ничего хорошего не случится, понятно, что впереди его ожидает лагерь и в конечном итоге смерть, так оно и случилось, но вот то, что он обретает речь после долгих лет молчания, обретает ее именно в 1938 году, это был вот такой мой, если угодно, авторский протест. А вы сказали, что люди часто скрывают доброту, или, может быть, не знают о том, что они добрые, вот почему, как вам кажется? Я не знаю, это нужно... Боятся быть добрыми? Хотя они умеют... Не знаю, я просто рассказываю вам, как я чувствую, объяснить это порой сложно, но я сталкивалась, может быть, так повезло мне, но в жизни я сталкивалась все-таки больше с добрыми людьми и с людьми хорошими, чем с людьми плохими. Ну, что-то просто окружение такое, не знаю, может, так звезды сошлись, такое жизненное счастье, но я верю в то, что люди, конечно, добрее порой, чем кажется. Ну что ж, у нас время, к сожалению, подходит к концу. Два еще сообщения я хотела зачитать наших радиослушателей, два противоположных, кстати. Пользовательница с ником Омра пишет, слышала про книгу, полистала в магазине, написано так себе, не купила, но это чисто поверхностный взгляд, это первое сообщение, и второе сообщение от Марии, прочитала Зулиху с огромным удовольствием. Так что, сколько людей, столько и мнений, разные отзывы, и мы благодарим нашу гостю, сегодня у нас на прямой связи в программе «Абонент доступен» была писатель Гузель Яхина. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли с нами на прямую связь. Всего доброго, до свидания.